Здравствуйте, друзья, с вами Бамбу. В предыдущем видео я показывал японскую флейту, которую мне отдали ремонт, точнее несколько японских флейт, и две из них мастеровые, одна вот такая, так называемая, бюджетная флейта, и верхняя часть была, значит, лопнута пополам с двух сторон, и в районе Митагучи было совсем все плохо, и, в общем, просканировав эту часть флейты, я пришел к выводу, что восстанавливать ее нецелесообразно, а будет более целесообразно в итоге подобрать подходящий кусочек бамбука и со второй части его соединить, подогнать и восстановить флейту, то есть будет такая в итоге русско-японская флейта, вот, но основное в этой флейте именно интересный момент, значит, когда я вскрыл флейту, то оказалось здесь внутри, значит, то есть это тонкостенный бамбук, вот такой вот, который, ну, в общем, даже в условиях наших можно найти такой бамбук и на складах, и хотя это мадаки, но, в общем-то, это верхняя часть бамбука, то есть он такой вот легкий есть, обычно такие вещи используют в декоративных целях, делают такие всякие штучки, подделки, вот, а в данном случае есть такая технология, значит, заливки канала, то есть берется шаблон, вставляется сюда, и заливается вот, значит, паста или смесь каких-то там веществ различного свойства у каждого своей технологии, вот, и потом это все пролачивается, то есть в итоге получается, если посмотреть внутри, получается вот такая вот штука, большое количество пасты и внутри еще лак, то есть фактически вот этот инструмент, он как бы не совсем бамбуковый, то есть сверху вот бамбук, а внутри вот эта часть, я ее, то есть самая верхняя часть тут, она откололась, а вот эту часть я сохранил, чтобы, собственно, показать, что вот в подобных сикухатах как бы звучит, вот, и звучит, собственно, вот эта часть, то есть я сделал здесь вот такой маленький тагучи, чтобы удобнее было играть, и вот... Вот, фактически вот звучит не бамбук, а вот эта вот глина или шпатлевка, то есть как бы о бамбуковом инструменте здесь можно говорить только лишь у условно, вот, и... Ну, это вот бюджетная флейта, по японским меркам такая дешевая, по нашим меркам это, в общем, не сказать, что прям совсем дешевая, вот... Конечно, в мастеровых плитах, в таких уже полноценных, все-таки бамбук подбирается уже с природным каналом, соответствующим конусом, то есть выбирается... Ну, если нужны какие-то корректировки, то уже используется паста, но уже в качестве такого, как бы, именно корректировки, то есть канал уже есть конусный, но в каких-то местах он или неровный, или больше, меньше, и вот это вот, чтобы скорректировать этот момент, используется паста. Вот. А в старых Секухати, там, как правило, бывает, что или вообще пасты нет, природный канал, либо вот буквально совсем в точечных таких местах есть. А вот современная технология, чтобы, так скажем, сделать инструмент доступным, и с другой стороны, чтобы инструментов сделать много, делаются такие варианты. Ну, вот сами смотрите, в общем, так сказать, судите. Я не имею такого своего мнения, какого-то вот, что это плохо, или что это хорошо, просто вот некий факт вот такой, что клейта позиционируется как бамбуковая японская, элементативная бамбуковая японская флейта, но фактически вот внутри вот целая, можно сказать, другая флейта из глины. Также из особенностей я заметил здесь вот внутри бамбука, кто когда-либо с ним встречался, есть такая всегда пленочка, она бывает совсем отшелушивается, отслаивается, забывает, она прям почти вот как бы почти не отсоединяется, да, только если ее вот шкуркой или ножичком по, значит, потревожить, тогда она начинает отшелушиваться. Вот, и что интересно, вот в этой флейте даже вот эта часть, она не была снята, то есть, вот эта вот внутренняя вот эта составляющая, она, по сути, ну, вот как бы там была, как отдельно, да, то есть она, и даже там особо не на что, не за что было зацепиться, то есть она держалась на каких-то, ну, на том, что упиралась вот в перегородке и то, что была залачена и схвачена бамбуком. Но как только бамбук лопнул, она сразу проявила свою вот эту отдельность. Ну, что это еще связано вот с этим моментом, то есть это такая, ну, как у нас называют, халтура, как мне кажется. То есть, никто не стал заморачиваться вот с этим, просто вот был подобран так бамбук и залита форма, вот. Вот такое наблюдение. А в целом, ну, вот, да, сам по себе такой бамбук бы тоже звучал, но это уже было бы, был бы не такой вот сикухачевый звук, а больше такой, ну, похожий на кену или на какие-то другие флейте, и, то есть, в русском интернете или там, в нашем пространстве, обычно подразумевается вот что-то подобное. Вот это вот такая вот часть, это вот то, что нам обычно доступно, да. А японцы подразумевают именно вот такую толстую стенку, канал, но делают иногда вот такие, такие вот варианты. Так что, ну, вот, я вам показал, поделился, а теперь вы знаете, что есть вот такие вот, такие вот штуки, такие чудеса. То есть, даже в Японии, как мы ее, так сказать, превозносим и есть за что, но все равно есть вот такие вот, можно сказать, халтурки, такие вот свои фишечки. Это говорит еще о том, что хороший материал найти даже в Японии, даже везде, даже всегда, очень сложно. Вот, именно по этой причине мастеровые полноценные флейты ценились, ценятся и будут цениться всегда. Спасибо.